Остров сокровищ Лука Стель, Жан-Франсуа Стевенен, Ив Афонсо, Джеффри Кайм и другие. А потом, как-то раз в воскресенье, приехала моя тётя. Ты, наверное, Джонни. Я твоя тётя. Меня зовут Хелен. Бедняжка. Он не знал, что ты приедешь. Хорошо. Иди сюда. Джонни, иди поцелуй свою тётю. Нет. Он прав. Она всё равно скажет, что я чудо, даже если я что-нибудь натворю. Джонни, я тоже могу что-нибудь натворить. И я тоже чудо. Джонни, поцелуй тётю. Давай. Нет. Да поцелуй же ты её. Она моя сестра. С радостью, мадам. А это ещё кто? Он помогает мне в гостинице. Поживёт здесь немного. Он хороший парень. Делает, что ему велят. Теперь мне нашли замену. Я всё чаще слышал разговоры о моём скором отъезде и о самой поездке. Но когда это будет? Куда мы должны поехать? Моя тётя первая решила, что мне надо обо всём сообщить. Давно ты здесь? Дольше вас. Любишь подглядывать за людьми? Мне нечем заняться. А у людей есть тайны. Нам с тобой надо поговорить, Джонни. Надеюсь, ты согласен? Хорошо. Я наблюдала за тобой в эти дни. И хочу задать тебе несколько вопросов. Ладно. Твоё настоящее имя? Это зависит от чего. Иногда меня зовут Джонатан. Иногда Джонни. А иногда даже Джим. Твой любимый язык? Нет такого. Ты ведь иногда говоришь с людьми? Вообще-то нет. Повтори. Вообще-то нет. Когда ты ходишь в школу, Джонни? Я не хожу. Ясно. Хелен? Что? Ещё вопросы будут? Мне они нравятся. Завтра. В ту ночь я совсем не спал. Перед самым рассветом я услышал шум. К настоящему сокровищу. Что это? Это знаменитые бриллианты. Боже, какая прелесть. Но это подделка. Ну, хватит о бриллиантах. Я сегодня так счастлива. Сыграем пьесу, которую мы раньше с тобой играли. Сыграем пьесу, которые мы сейчас видим. Ну, хватит. Что это происходит? Я еще искренне. Спасибо. Спасибо. Что она здесь делает? Может, ей тоже нравятся сокровища? Могла бы мне сказать, Хеллен! Хеллен! Плохой омлет не получится, если яйца хорошие. Хе-хе-хе! Еще омлет! Мне! О какой книге вы говорили? Не помню. У меня отличная память. Я все забываю. Как называется этот ликер из Франции? Его делают в средневековых зданиях. Как называются... Я люблю ребенок, а я люблю детей. Обещаю, что вызволю тебя отсюда и найду тебе сокровище. Оно будет только твоим. К остальным твои обещания не относятся. Подсчитав все расходы и выплатив зарплату... Давайте быстрее, быстрее, давайте. Вниз! Быстрее! Чего ждешь? Прокл***к магнит. Ни о чем другом мы и говорить не могли. Только об острове сокровищ и его бриллиантах. Женщины и дети могут идти, если захотят. Капитан Сильвер просит остальных выпить здесь. А как же ее? Капитан хочет, чтобы все выпили, кроме тебя. Тем лучше. Дама выберет себе провожатого. Только не тебя. Нет у тебя чувства юмора. Со мной пойдет Джонни. Ребенку тоже нужен провожатый. Довольно. Он прав. Выпустите! Надо признать, ваш друг очень храбр. Да нет, просто он игрок. Но он рискует жизнью. Для него это развлечение. И сейчас он развлекается? В каком-то смысле. А вы? Я? Я просто ищу сокровища. Как и твои друзья. Значит, вы тоже играете. Возможно. Но по другим правилам. Он и мухи не обидит. Поиграем в объяснение. Ты умный. А я вот нет. Знаешь почему? Потому что я знаю, что такое мораль. Это тоже игра. Это совсем не игра. Это значит быть над игрой. Не обидите. Кто вы? Когда-то это был хороший вопрос. А теперь у меня нет ответа. Из-за морали? Ты очень умен. Нет. Просто я честный. Они тоже такие же. У них тоже есть мораль? Нет. В том-то вся проблема. У них все наоборот. Потому что они играют в игры. Для них это не важно. Ни деньги, ни опасность. Поэтому они в десять раз опаснее и в десять раз коварнее. Надеюсь, я смогу их всех убить. Чтобы этот мальчик рисковал ради нас жизнью, теоретически он здесь именно для этого. Здорово. Они не осмелятся убить ребенка. Откуда вы знаете? Однажды они уже пытались. Хотя не важно. Я иду туда. Я сделаю это. Помни. Не ввязывайся в игру. Держи дистанцию. Соблюдай мораль. Я вам верю. Вот только я ничего не понял. Вперед! Странная это была битва. Они стреляли беспорядочно. Форт был подожжен. Но ни одна пуля не попала в цель. Это была не битва, а насмешка. Убитые и раненые были всего лишь данью перестрелки. От ненастоящей битвы никакого проку, если в нее никто не верит. У пиратов было лишь трое пострадавших. Одного мы захватили в плен. С нашей стороны раненых не было. Все это больше походило на фарс. Это освежит ему память. И сколько это займет? Ну, какое-то время. У нас нет времени. Во всемирную игру. И у мира есть правила. Священные правила. Получается, кто откроет этот секрет, тот сможет управлять миром и добиться вечного счастья. Так могло бы быть. Но, к сожалению, теория невыполнения не даст тебе править миром. Нет, нет, нет. Никому не двигаться. Слепая страсть не заткнет рот моей правде. Вы никогда не говорили о применении насилия в играх со своим коллегой, Сильвер. Вы тотолог. А вы солопсист. Вы хуже голландского неоинтуиционалиста. А вы вообще никто. Вы пират и мошенник. В яблочко, мадам Роффлтон. Вы предатель, хуже профессора фон Райта. Вы сбежали на запад. Я больше не играю. Я больше не играю. Джонатан! Вернись! Ты нам нужен! Джонни, это не игра. Мы правда друг друга ненавидим. Вернись! Джонатан, ты мне нужен! Джонатан! Джонатан! Джонни! Правда? Простите, но он хотел открыть свою тайну. Он не имел права этого делать при этом, джентльмени. Мне вы можете доверить все тайны мира, я их тут же забываю, как сокровища. Кто знает. Это правда. Память как бриллиант. Она напоминает вам о матери или о любимой песне, и потом все становится незабываемым. Вы мне нравитесь, Бенган. Вы мой самый любимый философ. Не хотите поженить нас? С радостью. Это поможет мне забыть, что я холостяк. Ненадолго. Ты о чем? Не понимаешь? Он будет идеальным мужем для твоей сестры. Она будет рада стать его женой, когда выйдет из тюрьмы Джонни. Что если этот человек станет твоим отцом? Одним отцом больше, одним меньше, уже не важно. А ты, Хелен, станешь моей женой? Эта игра не удалась. Я бы еще раз сыграла в Остров Сокровищ. Я должна доказать, что эта игра не только для мужчин. А потом мы поженимся. Предупреждаю, трудно быть женой негодяя. Пойдем, Джонни, оставим их, прогуляемся.